Я очень много думаю о России и Америке, взятых в их странном, таинственном двуединстве. Разные континенты, разные корни, и в то же время поразительный унисон. Глубокие созвучия. Это страны, которые тянутся друг к другу и отталкиваются друг от друга по законам глубинного родства. Я не оговариваюсь. И притяжение отталкивания связано именно с общностью, с каким-то непостижимым единством. В чём эти параллели? Вначале чисто внешние параллели. Мне кажется, что в становлении двух этих держав огромную роль сыграла пассионарность мужественных, сильных людей. Новороссийские ушкуники, которые двигались на север, за Урал. И английские парни, искавшие за океаном простор для своих интересов. Это люди того характера, одной народической крови. Вот это я обязательно должен почерпнуть. Мы знаем, что причина, глубокая, дальняя причина, объясняет настоящее. Вот я убежден, что генезис Америки и России имеет схожие причинные основания. И это начало родства. Второе. Оба государства складывались не на основе племенного единства. Как Германия, предположим. Немцы. Пускай есть разные диалекты, но всё равно этническая общность доминирует. Они складывались не, эти государства, Россия и США, не по племенному, а по территориальному признаку. Вот Россия. Но возьмём Новгородские земли. Это и Балты, это и Финоугры, это и славяне. С очень разными религиями, с очень разными традициями. Но тем не менее, они вырелись в одном котле. Они вместе призвали варягов, выставая как одно целое. Постепенно из этой российской внутренней разнородности сложился принцип соборности. Великий принцип, хотя сегодня он, конечно, опошен в России. А что такое соборность? Это единство в разнообразии. Это, прежде всего, культ разнообразия. Терпимость к разнообразию. Это толерантность в отношении к разнообразию. Что трудно представить в католических странах, скажем, в Испании, которая очень, я бы сказал, монологична и в этом плане нетерпима ко всему чужому. Нет, вот здесь была открытость. Америка. Америка этот принцип соборности реализовала гораздо полнее, чем Россия. Это страна, которая блистательно победила все элементы ксенофобии. Последняя победа, победа вот над негрофобией. То, что сейчас в американские президенты баллотируется афроамериканец, даже само слово негр из этого словаря. Это очень многое, значит. Я вспоминаю свою юность. Я вспоминаю 65-й год, когда была выставка Америки в Петербурге. Я там был. И я помню, как американский экскурсовод очень аккуратно и убежденно объяснял, почему белый не любит черных. Мне покоробило это объяснение. Мы тогда уже были интернационалисты. Сегодня такой экскурсовод просто не мы с ним. За 40 лет Америка взял огромный шаг вперед. И последние, так сказать, последние эксцессы, похожие на Клокусановский, определены. А у нас слово «черный» является уничижительным, ругательным. Дальше. Вот негативная параллель. Рабовладение в Америке и крепостное право у нас. Обратите внимание, это синхронные явления. Ну да, конечно, в Европе был рецидив феодализма еще, но Европа-то встала на другой совершенно путь, опережая тогда и Россию, и Штаты. Рабовладение в России, рабовладение в Америке. Ну, это печальная страница в истории обеих странах. Мы помним, что такое войны Юга и Севера. Мы помним, как Америка погасила инерцию рабовладельческого строя, чего не смогла отслабить Россия. До сих пор мы расхлебываем наследие крепостного права. До сих пор мы крепостные. Но эта параллель очень серьезная. Я сравниваю Америку и Россию, хочу подчеркнуть, что темпы здесь разные. Америка реактивнее, Америка мобильнее. Она самокритичнее. Она быстрее и лучше сживает негативы своего прошлого. А мы эти негативы часто культивируем. Это, конечно, патология. Дальше. Самое главное. Совершенно ясно, что между Россией и Америкой есть какое-то таинственное созвучие. Это чувствовали уже в конце 19 века. Вот у нас полюбили Уолту Витмина особой любовью. Уолту Витмина читали своим поэтом. А это как раз поэт 100% американский. Поэт, адекватно выразивший американскую мечту. Потом, когда начались первые визиты наших русских поэтов в 60-е годы в Америку, то эта тема снова встала. Тема неявного родства Америки и США. А потом писали Вознесенский, Втушенко. И писали, прочувствовав эту связь, это созвучие своим нутром, это было пережито экзистенциально ими. Да, действительно, в ноосфере имеются какие-то структуры, ещё пока нами плохо прочувствованы, еле-еле угадываемые. И вот я сейчас хочу выдавить гипотезу. Спорную, смелую, быть может ошибочную. Мы знаем, что в культуре огромное значение имеет так называемые близнечные мифы. Россия и Америка, они как близнецы. Русская душа и Американская душа. Много общего между этими душами. Они нараспашку, они открыты. Они способны на удаль. Но эта тема много написана. Я хочу сказать, что великий русский реализм, реализм, скажем, Толстого, великий Американский реализм, реализм Фолкнера, вот эти поэтики-то как совпадают. Боже мой, это вообще таинственно. Это таинственное сходство. Но ведь близнечный мифон, да в обороте. Два брата-близнеца. Между ними может быть отношение гармонии, паритета. А может быть и отношение вражды, зависти, когда один брат комплексует, ревностно относится к своему. Своему брату. Вот мне кажется, что сейчас нечто подобное на наосферном уровне просматривается в отношениях России к Америке. Это очень серьёзно. Мы чувствуем, что это наше близкое, понятное. И в то же время мы это своё оторгаем. Почему? В принципе, возможен паритет России великий? Конечно, возможен. Да он и обязательно когда-нибудь установится. Но после того, как будет преодолён этот комплекс близнечного мифа, комплекс ущербного близнеца. Это достижимая цель. То, что я говорю, это новая область. Я сейчас говорю о наосфере, как об организме. Я говорю о психоанализе в масштабах наосферной целостности. Я убеждён, что эти пока очень зыбкие построения найдут твёрдую почву для себя. В этом я свято убеждён. Есть социальные организмы или сверхорганизмы. Есть души народов. Пока это всё зыбко, пока это всё смутно, но об этом уже надо говорить. Так вот, с точки зрения этого наосферного психоанализа можно сказать, что Россия страна глубоко комплексующая. Страна, которая страдает комплексом, прежде всего, ну, неполноценности, если хотите. Чем эта неполноценность сегодня может быть обусловлена? Ну, прежде всего, конечно, потери больших территорий. Правильно, да? Мы потеряли свой юг, Новороссию. Мы потеряли все балтийские выходы. Отсюда фантомные боли, характерные при утрате членов тела. Мы потерпели поражение в холодной войне. Поражение, которое, для нас, является победой. Победой внутренней, конечно. Нетривиальной победой. Но для власть-поддержащих это все-таки именно поражение, именно провал. И вот отсюда, отсюда это нездоровое чувство по отношению к Америке. Болезненные чувства. Сегодня американская наша политика несет на себе печать именно болезненности. И самое досадное, что ведь ну, можно было бы он учиться скрывать симптомы этой болезни. Болезнь-то неприличная. Болезнь-то вот неприятная, отталкивающая. Ну, уж как-то надо вот ее маскировать. Нет, она выходит наружу со всей очевидностью. Но мне нравится Америка. Мне нравится ее миссия, хотя это миссия великая. Это миссия сохранения жизни на планете Земля. Что такое НАТО? Ну, вот этот образ зонтика. Да, этот зонтик держит американский народ над всем миром. Это не просто держать такой такой тяжелый зонтик. Да. Это древает огромных вложений. НАТО это гарант свободы для многих народов. Почему страны, которые когда-то были связаны с нами рвутся у НАТО? Это все вполне понятно и объяснимо. С этим надо смириться. Мужественно смириться. Мы отталкиваем от себя. Мы противны Грузии, Украине. Я очень люблю Одессу. Боже мой, сколько мне в жизни дала Одесса. И как мне больно думать о том, что скоро поездка в Одессу будет для меня затруднена, если вообще станет возможной. Но представьте себе, что Украина станет НАТО. Ясно, что граница будет закрыта. Правильно? Граница будет закрыта. Визовый режим неизбежен в этом случае. Звизу надо платить. Визу надо выбивать. Одесса. Одесса мама. Да, в ней будут стоять войска НАТО. В Одесском порту будут стоять корабли НАТО. в перспективе нацфер это может быть и хорошо, но больно и стыдно за то, что Севастопольский вальс будет звучать под сенью флага НАТО. О чем это говорит? о полном фиаско международной политике, которую проводил пост ельцинский режим. Это фиаско, это крах, это провал, это позор. Что дальше говорить? Прощай Одесса. Вот. Я этого не прощу. Ни лейтенантом, ни майором, ни полковником КГБ. У меня отняли то, что мне еще была доступна в Сера, Украина, куда я мог свободно въехать, Дверися, куда я мог свободно въехать. Какова перспектива этой тяжбы между братьями и близнецами? Ясно, что гегемония Соединенных Штатов будет возрастать. Это неизбежно. Все наши дебильные разговоры о многополярном мире, постопорожнее. Сегодня мир должен быть монополярным для того, чтобы выжить, для того, чтобы противостоять угрозе. И слава Богу, что есть страна, которая берет для себя этот ужасно тяжелый крест. Мир сегодня монополярен. Это реальность, геополитическая реальность, это реальность на многие сетеретия вперед. Надо будет расширяться, и, конечно же, Россия давно должна была стать членом НАТО. Если бы Россия пошла путем демократии, как это сделала Грузия, как это сделала Украина, ну да, там демократия несовершенна, ну да, там много бучи, боевой экипуч, но это живая демократия все-таки. А что мы имеем у себя? Так что вот возвращаясь к этой идее близнечитого мифа, ну это похоже на Армуз до Эремана. Армуз это, конечно, Срединные Штаты, несущие миру свободу и света, а Эреман это, Россия. Страна ущербная, злопохательская, завистливая, комплексующая. Хотя построить на своей стране здоровая, власть больная, вот эту власть стряхнуть, понимаете, да? Вот есть такое хорошее слово вошебойка, вот это все вошь, изгнать и выбить из всех наших швов и щелей и все нормализуется. Нужен психоанализ. Понимаете, Россия должна пройти сеанс психоанализа в российской власти. И знаете, через один день, через полдня, через час мир станет здоровым. Ну кто этот психоанализ осуществит? Где найдется такой фрейд, чтобы вразумить больного пациента? Я думаю, найдется. Я думаю, это совершится. Так что, сегодня вот это моя главная идея. Россия и США братья, странные братья. Но один брат Борнин. Среди брата связана психопатология. его надо помочь. Россия сегодня надо сочувствовать. Я призываю к этому американский народ. Пожалейте нас. Посочувствуйте нам. Простите нас за нашу глупость. Ты, Максим, спросил у меня, что изменилось за два года в судьбе моего проекта, который теперь называется Поль Мосьон. Почему речь зашла именно об этом сроке два года? Хочу напомнить и тебе, и себе, что два года назад по твоей инициативе ко мне пришли ребята с телевизионной компании. По-моему, это была Ника, правильно, да? Петра Нет. Это был Петра Нет. Хорошо, прошу прощения. Они сняли сюжет, где я показал, насколько ужасно условия, которые приходится мне содержать в своем музее и самому жить. Эта передача именно резонанс. Именно после этой передачи, благодаря этой передаче по инициативе очень милой женщине Натальи Ивановны Вавиловой меня пригласили в Министерство культуры Карелии. Это было два года назад. Что изменилось после этой эпохальной встречи с очень симпатичной женщиной министра культуры Галина Твоевна Брун. Она не страшно нравится как женщина обаятельна. Хорошо, что такие люди становятся министрами культуры. Вот я продел к ней симпатии после того, как она же видела ее в финском театре, она сделала книг Сен. Изумительный книг Сен. Хотя, честно говоря, книг Сен должны делать девушки не замужние. Ну, неважно. Русские люди у нас свои. так сказать прочтения европейских традиций, но Криксен был безукоризенный. Все, я покорен и никаких претензий меня к Халине Томиу не будет не может. Я был недавно на дню письмо. Сам факт этого письма меня глубоко поразил, потому что я никак не мог обращаться ни с какими просьбами к Министерству культуры Республики Карелия. Короче говоря, я ей ответил и я этот ответ читаю общезначимым. Я его публикую. Совсем не в пику Галины Твоевне, которой я готов в любви признаться. Вот это письмо. Глубокочтимая Галина Твоевна. Спасибо за письмо. Хочу выразить свое расположение и симпатию к вам лично. Вместе с тем вынужден начать послание к вам с недоумением. Я никогда не обращался и в силу весьма серьезных моральных мотивов не мог обращаться в возглавляемое вами Министерство. Произошло недоразумение. Причина коего бюрократическая косность. Я еще раз убедился, что писать президенту Российской Федерации дело бессмысленное. Там этих писем не читают даже по диагонали. Кратко изложу суть своего обращения к президенту. Я обеспокоен судьбой созданного мной полем Исиона, уникальной библиотеки, ценнейшего архива. Вполне естественно, что я хотел бы увидеть при своей жизни некую материализованную структуру, где собранное мною станет доступным людям. Ведь я работал для них. в связи с этим я просил президента следующего. Первое. Рассмотреть возможность создания полемасиона в любом регионе России, кроме, что специально подчеркивалось, Карелии. Если это невозможно, второе, то я высказывал надежду на то, что мне разрешат цивилизованно вывезти за границу полемасиона, библиотеку, архив. Последний вариант мне кажется наиболее реалистическим и наиболее желательным для меня. Я вынужден существовать в невыносимых условиях. Мне хотелось бы последние годы прожить в стране, где ценят творческий труд и культурную инициативу. Говорю об этом с искренним сожалением. У меня уже давно нет намерений развертывать свои проекты в Карелии. Для этого имеются объективные основания кратко напомню вам о них. 16 лет назад я обратился к Виктору Голловичу Степанову, тогда бывшему главным лицом в Карелии, с предложением создать на основе своей коллекции музей в городе Тартовало. Речь шла о безвозмездной передаче картин государству. История здесь получилась некрасивая. Министерство культуры Республики Карелия создало абсолютно нелепое акционерное общество, где главным пайчиком стал Тякабанк, прогоревшие пирамиды. От меня требовали передачи картин в качестве доли. Пришлось пережить много унижений. Дело кончилось тем, что меня стали таскать по судам. Мне было нанесено огромный и моральный, и материальный ущерб. За все эти неувязки я считаю ответственным Министерство культуры Республики Карелия. Почему я тогда поверил в Министерство культуры? Почему я согласился на унизительное условие? Потому что мне обещали передать для музея два здания, построенных Элелем Саарниным, два шадебра финского модерна. Это было совершенно безответственное обещание. Уже тогда я понял, что постсоветская власть лжива и не очень умна, но зато имеет хороший аппетит, стремится захапать чужое. Все это очень субъективно, но вы должны понять, почему я испытываю идею синкрайзи по отношению к Министерству культуры Республики Карелия, и почему с большой неохотой ровно два года назад посетил по инициативе Натальи Ивановны Вавиловой ваше учреждение. Дурные предчувствия меня не обманули. Напомню вам содержание этой встречи. Началось с того, что мне было предложено подарить государство свою библиотеку. Простите, но с какой стать? Я надеюсь, что когда-нибудь моя библиотека станет достоянием народа, но пока она нужна мне для работы, я вкладываю ее в формирование огромное усилие. Мне еще хочется пожить в окружении своих любимых книг. Вот почему предложение, исходившее от вашего заместителя Ивановой, мне кажется бестагном. Надо кадр подбирать строже. Тогда у меня была большая проблема. Скончался мой друг, спонсировавший создание музея русского севера. Я стоял пред необходимостью срочного возвращения строительно большого долга. Мы обсуждали эту проблему. Вы обещали помочь. Честно говоря, я вам тогда не поверил. И вспоминаю об этом только потому, что хочу подчеркнуть чудовищную асимметрию. Вы хотите даром получить от человека очень много и отказывать ему в очень скромной помощи. На мой взгляд, эта деталь с предельной точностью отражает суть нынешней власти. Она и антикуманна, и антикультурна. Самым главным моментом нашей встречи я считаю вашу инициативу предоставить небольшую квартиру для достойного размещения коллекции, на условиях, что все будет завещано государством. Как вы помните, я с благодарностью принял эту идею, хотя скрывать не буду, не очень-то поверил в нее. Как скоро вы забыли о своем посуде? Мой вам добрый совет, не давайте невыполнимых обещаний, ведь получается так, что вы обманули меня. Подобная лживость подрывает доверие к системе. Ваше письмо содержит ряд спорных положений. Позволю себе не согласится с тем, что, цитата, во всем мире музеи нуждаются в серьезной финансовой поддержке со стороны государства. В цивилизованных странах, мой ответ, такая поддержка оказывается избыточна. Что касается России, то положение культуры здесь действительно трагична. И я иногда укоряю себя. Вот ношусь со своим полемосигионом, да так как рядовые работники культуры, библиотекари и музейщики нищенствуют. А ведь это цвет нашей интеллигенции. На культуру необходимо не ахти, какие великие деньги. Но для того, чтобы эти деньги выделялись, нужна здоровая, честная, образованная власть. Когда наверху оказываются воры и взяточники, то ясно, что культура будет страдать. Это мы и видим. Я предлагаю государству очень много. То, о чем прошу, несоизмерима ценностью полемосигиона. Но в том-то и трагедии, что чиновникам этой культуры, при их вопиющая себе примитивности, это не дано понять. Еще один спорный нюанс в вашем письме. Вы словно упрекаете меня в том, что была цитата, проведена экспертиза лишь части вашей коллекции. А кто мешал продолжить эту работу? Я дал согласие вести свои коллекции в музейный фонд Российской Федерации. И до сих пор не могу этого сделать, потому, что вы бросили начатое дело, якобы из-за отсутствия средств. Так не надо валить с больной головы на здоровую. Что касается моих попыток инкорпорировать коллекцию в музейный фонд, то могу сказать со всей твердостью. Соответствующий аппарат в России, включая изглавляемое вами министерство, работает бездарно. У российских чиновников культуры нет истинного понимания значения духовных ценностей, нет заботы их сохранения. Подписанное вами письмо составлял очень доброжелательный человек. Спасибо ему, но передайте вашему коллегу, что он совсем не понимает психологию коллекционеров. Отсюда несу разное заявление, что министерство, ситируя ваше письмо, готово вести с вами переговоры о приобретении части работ, находящихся в надлежащей сохранности. Какая милость. Уж не посетуйте до прямоту, но за этими словами стоит чудовищная глупость. У меня нет никаких проблем с продажей своих коллекций. Завтра я могу выручить за них большие деньги, но я никогда не сделаю этого. Вам это трудно понять, но для акционера моего уровня, как правило, и лишь за редкими исключениями трудятся бескорыстно во имя альтруистических целей. Не посетуйте на критические замечания. Искренне благодарствую за предложение сотрудничества. Принимаю охотно, но, увы, с определенным скептицизмом. Уважаемые, многоуважаемые, Дмитрий Анатольевич, скоро вы заступите на очень ответственный пост. Вы молоды, обаятельны. Я от души желаю вам успеха. И я очень хочу, чтобы вы как можно быстрее преодолели инерцию предшествующих лет, негативную, дурную инерцию. я неоднократно обращался к вашему предшественнику с инициативой создания уникального культурного центра, в основе которого лежат замечательные коллекции русского ангарда, художников, связанных с культурой русского севера. Не буду вам говорить, это все известно. я убедился на собственном опыте, скажем так, на собственной шкуре, насколько бездарен бюрократический аппарат, который называется администрация президента. Вот я туда обращаюсь с просьбой рассмотреть мою проблему, проблему имеющей национальный вес, не присылаемого письма сюда, в Карелию. Нет, письмо ему он читается, его присылает нашим местным чиновникам, и получается замкнутый круг. Вот я предлагаю к вашему обращению свой ответ на совершенно нелепое письмо ко мне со стороны Министерства Республики Карелии, и прошу вас, будьте внимательны к нашим обращениям, диверенцируйте их. Речь идет о серьезных вещах, о духовных ценностях, принадлежащих нашему народу, но нельзя так по-хамски, так наплевательски к этому относиться. Нельзя терпеть на пусту министра культуры или аналогичных должностях людей совершенно бездарных, далеких от той роли, на которую они претендуют, неадекватных этой роли. Разберитесь во всем этом. Это очень серьезно. Я надеюсь, что этот замкнутый бюрократический цикл все-таки когда-нибудь удастся разорвать и выйти к чему-то позитивному. От всего сердца желаю вам успехов. Да, и скажу, что по-моему это ошибка назначения вашего предшественника на должность премьер-министра. Ничего хорошего на этой должности не сможет сделать. Ищите новых, молодых, свежих людей.